Что произошло с телом Флинта Марка во время его трансформации в песочного человека? Какие интересные детали остались за кадром его превращения? И каким образом функционирует разум песочного человека, если у него нет мозга в конце концов? Ответ на эти и другие занятные вопросы, касающиеся нашего старого знакомого Флинта Марка в этом видео. Не забудь поставить лайк и приятного просмотра! И друзья, чтобы не теряться в случае чего, подписывайтесь на мои Яндекс.Дзен и Телеграм-каналы по ссылочкам в описании, сейчас это очень актуально. Да, он крайне удивительный фрик, но это не значит, что это делает его чем-то меньшим, чем человек. Его умение в нужный момент взять себя в руки сделало его нечто большим. У него нет ни мышц, ни органов, ни крови, всего того, что присуще обычному человеку. Но как же тогда он способен пустить слезу? Может потому, что медальон с фотографией дочери и вправду заменяет ему все живое? Но история песочного человека не всегда была столь сентиментальной. В первоисточнике художественный образ рецидивиста по прозвищу Флинт Марка не ставил перед собой задачи вызвать сострадательную эмоцию у публики. Этот отъявленный преступник, готовый совершать ограбление сверхурочно, как он сам о себе говорит, поразил человека-паука способностью трансформировать свое тело в песок, придавая ему любые формы и в экстремальной степени менять его плотность от рыхлого состояния до твердости камня. Кстати, впервые паучок победит его при помощи пылесоса, сперва смекалкой заставив принять его рассыпчатую форму. И в первом выпуске комикса с песочным человеком нам по традиции поведали о причинах приобретения столь незаурядных способностей антагонистам. Ему просто не повезло или повезло оказаться в радиусе выброса ядерной энергии. И так сложилось, что в этот момент его тело имело непосредственный контакт с песком, что был под его ногами, что привело к их молекулярному взаимодействию. Схожим образом выстроен Ориджин и небезызвестного Гидромена, еще одного врага Человека-паука. В общем, парням повезло хотя бы в том, что в моменты молекулярного трансформирования их тел рядом оказались именно песок и вода, а не что-то еще. Кстати, в комиксах была арка, когда эти два злодея случайным образом слились в так называемую грязевую тварь. А для того, чтобы хорошо учиться, есть отличный помощник Work5. Профессионалы своего дела сэкономят для вас время и помогут написать любую студенческую работу, начиная от презентации и заканчивая дипломной работой. Вы можете быть уверены в уникальности своей работы, потому что работа проходит три этапа проверки – на уникальность независимым экспертам и отделам контроля качества. За 16 лет работы Work5 стала одним из лидеров на рынке. У специалистов компании, большой опыт в написании курсовых, дипломов, рефератов и еще более 30 видов работ любой сложности и на любую тему. Благодаря наработанному опыту средний балл оценки составляет 4,8. А если вы пропустили все сроки и работа нужна была вчера, есть срочные заказы, которые делаются от двух часов. В описании я оставлю ссылочку на Work5. А по промокоду HASSELHOFF20 вы получите скидку 20% на все услуги. Но основное отличие между киноадаптацией Марка и его первоисточником из комикса – это особенности физиологии. Обратимся к его описанию из старенького официального справочника Marvel. Там есть парочка моментов, на которые следует обратить внимание. Первое – песочный человек способен превращать любые части своего тела в вещество, похожее на песок, по мысленной команде. То есть, в отличие от фильма Сэма Рэйми, оригинальный песочный человек имел базовую человеческую физиологию, которую он уже трансформировал в песок по своему желанию, а вернее в субстанцию, похожую на песок. У нас все-таки симбиоз песка и органики. Паучок этим пользовался и пытался атаковать Марка быстрее, чем тот успеет принять форму песка. Назревает справедливый вопрос. Как же тогда, в моменты трансформации мозга в песок, комиксный Марка сохранял способность к мышлению? В справочнике приводится ответ. Разум песочного человека продолжает функционировать в астральной форме, то есть в энергетической, даже когда он превратил свою голову в песок. И даже тогда, когда частицы песка, из которых состоял его мозг, разбросаны слишком далеко. Вопрос о мозговой деятельности актуален и для киношного Марка. Мозга у него нет в принципе, как и всего остального. Это одна большая ходячая куча песка. Но до этого мы дойдем далее. Здесь как раз переходим к образу песочного человека в киноадаптациях «Человек-паук 3» и «Нет пути домой». Бежавший из тюремного заключения мелкий преступник Флинт Марка, который оказался еще и убийцей Бена Паркера, навещает свою семью. Обещает дочке Пенни во что бы то ни стало раздобыть деньги на ее лечение. Дальнейшее бегство от властей заносит его на болото, где на заборе с колючей проволокой, через которую перелезает Марка, красуется предупреждение о нахождении там испытательного полигона физики элементарных частиц, настойчиво рекомендующее держаться от него подальше. Но Марка давно для себя решил, что ничего не сможет его остановить. И спустя мгновение он оказывается в бетонной воронкообразной яме, где над ним, стоящим на куче песка, активируются части некоего устройства, напоминающего огромную мешалку, и которые ученые полигона назовут конденсаторами. Один из них проговаривает цель этого эксперимента, она состоит в демолекуризации песка. И соответственно, всего того, что в ходе эксперимента будет находиться в радиусе вот этого очерченного круга, в нашем случае и Флинта Марка. Забегая вперед, все находящееся внутри воронки будет разобрано на атомы. Ученые обратили внимание на активность внутри воронки, но посчитали, что туда залетела птица, что улетит оттуда после запуска, ведь Марка находился в яме ниже уровня смотровых окон. В рамках дальнейшего рассказа я обращусь к книге-официальной новелизации фильма «Человек-паук 3» за авторством Питера Дэвида. Как и положено для новелизации фильмов, книги более подробно раскрываются и описываются многие события ленты, в том числе и интересующая нас трансформация Флинта Марка в песочного человека. Когда ряд смотровых окон закрылся ставнями, заскулил двигатель. Марка почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Он ощущал энергию, нарастающую вокруг него. И жалел о том, что не принял всерьез предупреждения на заборе. Вращающиеся дуги потрескивали от электричества, когда центробежная сила взмывала песок вокруг Марка. Если бы Марка был способен воспринимать вещи на микроскопическом уровне, он бы увидел, как частицы песка размером не больше точки распадаются на атомные составляющие. Атомы песка скользили между атомной структурой Флинта Марка, воздействуя на Марка на фундаментальном молекулярном уровне. Как и любой человек, Марка был углеродной формой жизни. Но вот-вот это должно было измениться. Светящиеся атомы кремния врезались в атомы углерода Марка, занимая их место в его молекулярной структуре. Неорганические атомы диоксида кремния проникли во все тело Флинта Марка. Ничто из его физического естества не осталось прежним. Он с недоумением наблюдал, как его рука превращается в песок. И даже сейчас желание спасти свою дочь было настолько непреодолимым, что кричать его заставила не эта ужасная трансформация, а осознание того, что он больше никогда ее не увидит. Через секунды все его тело растворилось и выглядело как песчаный циклон. Вот такое выборочное описание этого эпизода из книги. Каких-то деталей в фильме не было. Например, Марка и песок начали светиться. И был эмоциональный момент, когда Марка пытался выбросить из-под вращающихся лопасти медальон дочери, так как неосознанно не мог допустить, чтобы пострадал даже ее образ с фото. Суть трансформации Марка в том, что атомы диоксида кремния, песка, заменили собой атомы углерода в его молекулярной структуре. То есть Марка стал тем самым уникальным представителем кремниевой формы жизни, возможное существование которой является самой популярной альтернативой углеродной формы жизни. И устройство Питера из «Нет пути домой», которое должно было вылечить песочного человека, запустило обратный эффект и каким-то образом вернуло атомы углерода Марка на место. Тем не менее, никакой околонаучности в этой трансформации нет. Если кремниевая форма жизни и была бы внешне похожа на подобное песочное существо, то необходимые внешние условия для ее жизнедеятельности точно бы отличались от условий для углеродных форм. Так что все это исключительно фантастика и не научная. Но если я не прав, поправьте меня в комментариях. Эксперимент заключался в том, чтобы не только разложить песок на атомы, но и собрать его, что и произошло. И что в данном случае привело к химическому коктейлю между человеком и кремнием. Сразу вспоминается муха в адаптации Кроненберга. Ученый разработал способ телепортации, как раз таки путем разложения материи на атомы в одном месте и их сборки в другом. Только собрать материю из атомов заново, особенно органику, оказалось не такой простой задачей. Ему пришлось учить работать компьютер с органикой и правильно конструировать ее химическую структуру. До этого компьютер выворачивал несчастных подопытных наизнанку. Симбиоз сета Брандла и Мухи не был целью эксперимента, это стало очередной ошибкой, недоработкой в его программе. Но сам Брандл Муха рассматривал это как весьма удачный генный коктейль. Кстати, если хотите ролик по Мухе в формате олдскульных тем, также напишите в комментах. Это я все к чему? К тому, что молекулярный симбиоз материй не был целью эксперимента полигона на болотах, тем более симбиоз органики с неорганикой. И создание такого существа с филигранным и уникальным химическим строением это чистая случайность. Это еще большая случайность, чем мутация в Человека-паука вследствие укуса простого нерадиоактивного паука. Говоря про симбиоз человека и кремния, ожидаешь увидеть что-то вроде существа из Фантастической Четверки или Корга, но неодушевленную кучу песка. Вот как описывается сцена его перерождения в той же новелизации. Никто не видел, как частицы песка в яме начали двигаться, они текли к центру, к ним присоединялись другие потоки, как несколько рукавов реки. Вскоре каждая песчинка сошлась в центре ямы, образовав одну большую кучу. Сначала медленно, а потом быстрее растущий холм из песка начал принимать форму человека, очень грубую форму Флинта Марка. В этот момент Марка едва ли мог осознавать свое существование. Ему казалось, что он смотрит сразу в миллион направлений, как будто каждая молекула, частица, крупица его тела наполняется маленьким кусочком его сознания. Его сознание было рассеяно по ветру, но когда он взял себя в руки физически, его расколотое сознание стало восстанавливаться. Он посмотрел на свои руки, грубые песчаные обрубки, не понимая, как он их видит, какая частица его тела осознает это. Он будто зарыдал, но слез не было, не было ни слезных путей, ни глаз, ни других органов. Его существование было совершенно невозможным. Таким образом, мы имеем следующее. Каждая гранула, каждая частица песка, из которой был собран песочный человек, обладает разумом Флинта Марка. Каждая отдельная частица обладает восприятием органов чувств человека. Каждая отдельная частица способна испытывать боль. Более того, когда Марка вступает в контакт с другими гранулами песка, которые до этого не были частью его прошлого тела, он наделяет их этим же вышеописанным набором характеристик. Эти новые гранулы также становятся Флинта Марка. В концовке Человек-паук 3 он выбрал в себя огромную кучу песка со строительным мусором, и всей этой исполинской массой мог испытывать боль от атак Гарри Осборна. Вне от пути домой, после пребывания в лесу, он обновил состав своего тела. Он стал состоять из земли в том числе, и эта земля стала частью его самого. И пока сохранится в целости хотя бы одна песчинка из десятка или сотен миллионов других, он непобедим. И каким-то трудноосознаваемым образом частицы, взаимодействуя друг с другом, обретают возможность говорить, не имея никакого аналога речевого аппарата, даже тогда, когда они рассеяны по ветру. Это странно настолько, что напрашивается вывод, что каждая частица также умеет говорить в отдельности, но это странно чересчур. Странно, как и умение пускать слезу. Навряд ли авторы подразумевали, что это остатки влаги из прошлых эпизодов. И также странно, как способность применения наружного телесного камуфляжа. Опять же, уж слишком совершенный получается организм. Прямо как Т-1000, только последнего проектировал суперкомпьютер. В этом плане более органичен визуальный ребрединг из «Нет пути домой», где он имеет только песчаную форму, конечно, на мой субъективный взгляд. Да, существование подобного создания невозможно, о чем и говорилось в вышепредставленной новелизации. Но история о трансформации «Песочного человека» — это не история псевдонаучного подхода, это история одной вселенской большой любви и непреодолимой воли к жизни. Кто знает, может Флинт Марка не такой уж плохой человек. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok